Итак, сегодня у нас среда, 8 февраля 2023 года, вот марца, боговой войны, разрушение конфликтов, завоевание. Мы подошли к дню, когда у многих день рождения выпало сегодня, в среду. Значит, если у вас выпадает день рождения в среду, в Иудин день, в эзотерике, мистики, оккультизме, день Меркурия, Гермеса, посредника между Олимпом и людьми, почтальона такого, передатчика информации с небес на землю, полубог, Гермес. Покровитель торговли, бизнеса, покровитель, так сказать, небесный, караванов, торговых путей, торговых маршрутов, покровитель логистики, Жезл Кадуцея – это символ Гермеса, Меркурия, в эзотерике, оккультизме, мистики и магии. Это все знают. Жезл Кадуцея – это Меркурия, изображается вот этот Гермес с этим посохом, скажем так, жезлом. Этот жезл несли впереди себя, перед караванами, а сначала он, что караван оплачен и защищен, и тогда он шел, значит, из Индии в Европу, там или обратно. То есть вот такая вот вся история с этим связана. В христианстве все проще, гораздо проще, за что я люблю нашу веру православную. Среда, Иудин день, Иуда Искариотский, предатель апостолов и Христа Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, казначей, вот вам и, пожалуйста, казначей, кошелек, деньги, соблазны, искушения, алчность, зависть, ревность, скверномыслие, значит, лукавство, хитрость, подлость, коварство, предательство. Вот вам ступени среды, Иудин цвет зеленый, змея зеленого, значит, подлого и коварного. Значит, если у вас день рождения выпадает в среду, значит, ваш небесный покровитель, сам Христос Спаситель, распятие, крест, потому что в среду мы скорбим и постимся, как сегодня, вспоминая предательство моральное, нравственное, психологическое, этическое и физическое Христа Спасителя и Бога нашего, Царя Царей, его ученику приближенным Иудой, Иудушка, Иудушка, нарицательное имя, хоть у нас и апостол святой Иуда есть, но имя стало нарицательным, не спасло его наличие других святых с именем Иуда. Так оно и вошло в историю. Искариотский – это, значит, из месторождения. Есть апокрифы, значит, есть Евангелие от Иуды, есть его биография, это все апокрифы. Значит, это то, что, так сказать, витает. Я читал один такой документ, значит, на русском языке, и там изображается, какой он был ужасный, коварный и подлый с самого детства. Я не сомневаюсь в этом. В общем, вот такой человек пришел к Христу, стал его казначеем, носил кассу, куда жертвовали люди за чудеса, исцеление, проповеди и прочее, прочее. И вот он искусился. А искусился когда? Когда Мария Магарина помазала субботу перед ходом Господа в Иерусалим, ноги и волосы, волосы Христа Спасителя, дорогим миром, которые он хотел за 300 динариев продать и раздать бедным, как Иуда сказал. И тут он увидел, что разоряется даже эта тема. Денюшки, денюшки. И тут соблазн. Тут соблазн проник в него. Первый шаг к падению, который он уже совершил в день Тайной Вечери, побежав получать денюшки за свои предательства и поцелуем своим обещал указать. Получил за это 30 серебряников. Цена осла в то время в Иерусалиме. Столько осел стоил. То есть вообще ни о чем. Мелкие деньги. Так что, когда вы входите в среду, в день рождения отмечаете, готовьтесь к искушениям, соблазнам, лукавству, хитрости, подлости, коварству, неблагодарности, малодушию, сомнению, тревоге, беспокойству, рвению, суете, бестолковщине и многим-многим другим и же с ними искушением. То есть вы искуситель и соблазнитель и носитель всего, что я назвал, станете, хотите или нет, станете. Вы входите в это море искушений, в эту полосу среды. И вокруг вас будут искусители, которые будут проявлять вышеперечисленные качества и пороки и так далее. Помимо там зависти, подлости, ревности, ревностного отношения, соблазны визуальные, слуховые, так сказать, и речевые, вы будете в суете, потому что кто в среду входит, в год среды, или, не дай бог, в среду родился, он всю жизнь в соблазне и в искушении, он не может принять правильных решений сразу, четко и ясно. Да, нет, белое, черное и так далее. Все время полутона, все время то влево, то вправо, то вверх, то вниз, по морям, по волнам. Вот эти соблазны. Люди от этого страдают, рожденные в среду, и у кого сейчас день рождения, сегодня среда выпадет, значит, то они будут весь год свой личный страдать от вот этих вот соблазнов. Среда – это приспособленчество, адаптация, вникание в суть вещей, предметов и событий, значит, движение по верхам, не вглубь, а по верхам, суждение поверхностное и суета, физическая суета, мысленная суета, эмоциональная, речевая, голосовая, значит, вербальная, тектильная, касаться, прикасаться, руками все трогать, щупать, проверять и так далее, перепроверять. Постоянный поток сознания, поток мыслей, тревог и волнений, а что купить, а что продать, а переехать, не переехать, а надо ремонт сейчас сделать, а ли нет, а какую машину покупать, а куда поехать отдыхать, и т.д., и т.п., и вот этот массив многократный накроет всех, кто входит в среду, у кого день рождения выпадает на этот день, сегодняшний среда. Покровитель среды, архангел Рафаил, целебник, целитель, покровитель путешественников, значит, защитник от болезни глаз, слуха, зрения, то есть ухо, горло, нос, трахея, гортань, бронхи, легкие, тонкие сосуды, глазные, значит, капилляры, сосуды головного мозга, все, что лица, кожи касается, дыхание, речи, щитовидка там и т.д. Вот он покровитель и целебника, в первую очередь от этих болезней, защитник от вирусов, болезней, напасти, несчастий, от вот микробов и т.д., которые попадаются, от всяких загноений глаз там, горла и т.д. Что мы знаем по Евангелию и т.д. Значит, и не только по Евангелию, и по Ветхому Завету. Так что вот надо ему молиться. То есть ваш единственный защитник, единственный – это крест животворящий, то есть всегда впереди крест. То есть вы вошли на территорию соблазна, иудин день, речью, мыслью, голосом, поступками, действиями, решениями, стукачеством даже, завистью там какой-то. Вы вошли в этот поток годовой. Значит, все вокруг начнут так вот тлеть, искушаться по вашему поводу. Что это будет? Зависть от ваших успехов материальных или каких-то перемен в жизни. Назначения, какие-то повышения, манипуляции с вами связаны. Слава, популярность, известность или еще что-то. Вдруг у вас появятся, интересуются вами, что какие-то предложения. Все это повод будет для вот этих сплетен, слухов, разговоров, соблазнов и так далее. Вы в это окунетесь, то есть это вас же ожидает. То есть... А второй покровитель ваш – это архангел Рафаил. Ему есть молитва в любом молитвословии, их там всего три. Архангелу Михаилу, архангелу Гаврилу, архангелу Рафаилу. Дальше у нас почему-то священники молитвословок. Другим архангелам молитвы не печатают. Находи сам, где хочешь. В интернете, слава Богу, есть, так все и делают. Не знаю, почему только трем архангелам, а не всем семьи. Ну, это у нас завелось давно еще. И до революции то же самое было. Итак, суть и энергия. Значит, суть этого года, года Меркурия и Уда Искариотского – предательство, лукавство, хитрость, предательство, соблазны, сомнения и так далее. Суть – деньги, искушение деньгами, возможностями, мечтами, версиями, предложениями и так далее. То есть ты месяц, год будешь в искушениях. Связано ли это с проблемой прошлого года, когда был вторник или там, или выпрыгнули с понедельника сразу на среду. Это когда как. Значит, это все связано с этим. Если что-то недопродали, недокупили, недозаработали, должны кому-то и так далее, вас этот весь год будет колбасить по этому поводу. Выплаты, расходы, выплаты, расходы получил, отдал, получил, отдал. Густо-пусто, густо-пусто. Пришло-ушло, круговорот, круговорот времени, средств, информации, соблазнов, искушений и все, что связано с финансовыми ресурсами и всей этой вот патогенной атмосферой. Значит, всеми этими событиями. Бытовые, коммунальные, бытовые, значит, строительно-ремонтные, купля-продажи, вот эти все соблазны погружают, захватывают и пытаются утопить человека, когда у него день рождения выпадает в среду. И он весь год под этим искушением, тридцатью серебряниками. Значит, и тут человек, конечно, совершает очень много ошибок. Предает, продает, забывает, суетится, теряет, значит, много лишних говорит слов, много лишних действий, ненужных, глупых, пустых, нелепых. Попадает в разные форс-мажоры, не агрессивные, не опасные для жизни, но связанные с репутацией, с честью, достоинством, словом, значит, порядочностью и так далее. То есть хочется как-то изнутри хитрить, лукавить, обманывать, врать, значит, не договаривать, значит, ни да, ни нет, вот так вот крутиться, крутиться, вот как я показываю. У нас Зеленский вошел в этот цикл, значит, я рассказывал об этом, у него 25 января, он в среду отмечает, вот он сейчас будет крутиться, вот так вот, вот так вот, выкручиваться, зарабатывать, выкручиваться. Значит, и у нас в среду родился новый глава МВД Украины, я рассказывал о нем. То есть вот это такие люди. И если даже вы в среду не родились, слава Богу, значит, а родились в другой день, значит, самый искусительный, самый бестолковый, суетный день – это среда. Она и понедельник, среда самая такая бестолковая. Масса информации, поток, люди очухались после понедельника, во вторник разомнулись, год Марса кровь закипела, и в среду начали штормить, так сказать, и загружать всех вокруг подряд. Так что это самый суетный день. И вот суть – это ветер. Слово, ветер информации гуляет на левы и направо. Энергия воздуха. Воздух в мыслях, воздух в голове, воздух в речи, надо, не надо, правильно, неправильно и так далее. Так что энергия мирная, но ветреная, искусительная, можно так сказать. Энергия воздуха. Вот во вторник прошлое видео – это огонь, а среда – это воздух. Сотрясение воздуха. Значит, словами, поступками, делами и так далее. Цифрами информации. Значит, содержание насыщенное, перенасыщенное делами – мелкими, средними, большими, скачками, прыжками, вперед-назад, вверх-вниз, то есть вот тоже турбулентный период. Вот вторник и среда, если у вас день рождения выпали и подряд идут, у вас два турбулентных года, бестолковых, суетных, деловых, суетных и бестолковых. Ни браков, ни семей, ничего такого заключать бесполезно в этот период. Семейная жизнь под натиском, как ураганные ветра, метели, снегопады, ледяные дожди и так далее. Вот так сотрясаются все отношения, в том числе, но к этому вернусь. Так что содержание насыщенное, суетное, бестолковое. Значит, человек приспосабливается, когда в среду входит, в год у него день рождения, приспосабливается к новым условиям, друзьям, общению, контактам, партнерам, начальникам, месту новому, жительства, работы. Значит, адаптируется. Для среды адаптация – это воздух. Они быстро адаптируются, как люди, которые в среду вошли. Вникает, понимает суть вещей, предметов, сколько, почем, кто главный, не главный, с кем говорить, с кем не говорить. Все, сразу быстро ретаться. И приспособленчество. Прагматизм, цинизм, расчет, лукавство, приспособленчество к этой, значит, среде. Значит, если это вам нужно, если вы в обществе, если как я, у меня среда началась, я сижу дома, магазин, банк, добой, холодильник, ванна, кровать. И общаюсь с вами. Все, я себе круг очертил. У меня соблазны только информационные. То, что я вижу, так сказать, и слышу, анализирую и вам рассказываю. А люди, которые в обществе ездят, путешествуют, контактируют, там курьеры разные, начальники, перевозчики, начальники по телефону, исполнители там бегают куда. Вот им достанется, у кого в среду выпало день рождения, по полной программе. Значит, сила в действии. Когда в среду уходишь, действия, путешествия, движения, активность, мысли, слова, глаз, памяти, слуха и физического. Суета физическая. Движение, движение. Соответственно, риски в движении упасть, ушибиться, подвернуть ногу, наступить на что-то, подскользнуться, запнуться, значит, не туда вообще ногу поставить, провалиться, не дай бог, куда-нибудь. Вот эти мелкие, мелкие, опасные вещи, когда вы в среду входите, я это и про себя говорю, надо очень внимательным быть и осторожным. Хорошая обувь, хорошая подошва, не спешить, не суетиться. Эти секунды, которые вы пытаетесь выкрыть, перебежав на красный, там, срезом где-то что-то, под опасный, там, стройкой, краном или крышей, проходя мимо, вот эти опасности, связанные с падением на земле, споткнулся, упал, наступил, провалился, и с падениями на вас, сверху чего-то. Вот опасность воздушного перемещения. Поэтому моторика, координация, значит, талант сгруппироваться, отпрыгнул, подпрыгнул, правильно упал, и так далее, увернулся от чего-то, среагировал быстро. Вот это что вам потребуется в среду, когда выпадает день рождения на эту тему. Сила слова, убеждение, скорость, внимательность, длительность, собранность, реакция. Вот в чем сила, значит, когда вы входите в среду. Дух и вера сомневаются, коребрятся, шатаются, размениваются через суету, нервозность, лень, апатию, значит, нехватка времени, не настроения, настроя и так далее. То есть, искусительный день, среда, постный день, частный день. У нас Великий пост начинается 27 февраля, как я посмотрел. Значит, готовимся, постимся, и сейчас в среду постимся, и вообще. 18 у нас первая родительская суббота в этом году, февраля 18, через несколько дней, через 10 дней. Так что, на дух и на веру времени будет мало. Мозги работают в основном. Глаза, уши, слух, речь, память, рука, пишем что-то, пишем, отчеты, документы, цифры, бумаги, вот эта вся канитель. Поэтому вера коребрится, ослабевает. Ее надо восстанавливать, снова прокачивать и так далее. Любовь, какая тут любовь? Тут заработать, продать, купить, организовать что-то, куда-то в жизни социальной продвинуться. Какая тут любовь? Привет, пока поцеловал, побежал. Любовь краткая, импульсная, неглубокая, нестабильная, искусительная, соблазнительная. Как у нас во всех этих сериалах тетки орут. А, если бы я знала, что ты вот будешь так работать, дома не будешь ночевать и так далее, я бы за тебя замуж не вышла и пошли-пошли мозг выносить. Вот это готовьтесь. Если вы в среду вступили, день рождения, вам мозг будут выносить вторые половины постоянно. Недовольство, раздражение, проблемы, форс-мажоры, что-то 7 не 8, 5 не 6. То есть все время что-то не так. И всякие вот эти вот склоки, возня, перепалки, раздражение, то есть турбулентный период для семейных, для тех, кто только собирается семью создать. Самый искусительный год для любви, дружбы и личных правильных отношений. То же самое дружба. Дружба подвергается искушению, испытанию в год среды. Корыстью занял, перезанял, отдал, не отдал, поздоровался, не поздоровался, поздравил, не поздравил, соболезнования успел высказать, не успел, забыл, побежал. Обиды мелкие, средние, разбирательство, отчуждение, охлаждение. То есть человек в среду, когда входит день рождения, он забывает о очень многих моральных, нравственных, этических делах, которые всегда раньше выражал по какой-то причине, там, от сердца, по совести. А тут он забылся, он закрутился, как белка в колесе, и он уже не успевает ни на что реагировать. Так что вы особо не обижайтесь, если человек в среду вошел. Это я родственникам, говорю, друзьям, близким, знакомым и так далее, даже соседям. То есть человек все, он залез в клетку и крутится, как белка в колесе. Бежит, бежит, торопится, торопится, торопится. Забывает, то есть наносит урон дружбе, любви, этике, эстетике, значит, деликатности, внимательности, чуткости и так далее. Эти все качества забываются, охлаждаются. Ветер, ветер гуляет. Значит, также и общение такое поверхностное, быстрое, суетное, бестолковое, без тепла, без любви, без глубины. Человеку некогда общаться, только по делу, только по каким-то моментам. Отдохнуть, выдохнуть, выходной день, природа, погода, быстро, быстро, раз, раз, и опять же, суета, 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 беготня и нервозность. Вот это, что ожидает людей, у которых в среду. Родители тоже, привет, пока как дела? Редко, редко, редко. Родителям терпеть, прощать, любить и молиться. Больше других вариантов нет, ничего другого не остается. Поэтому и с родителями трение, но уже не такие агрессивные, как когда год Марса, так сказать, день выпадает на вторник, там поагрессивнее, здесь поспокойнее. Но все равно вот это зуд, вот это дребезжение, недовольство, ворчание, значит, трение вот этого морального, этического плана, безусловно, и вокруг родителей, и с родителями и так далее. Поэтому, да, и поток информации постоянный, то есть суть года среды, когда выпадает на среду, это информация, 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 поток, 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 противоречивый, сложный, само, так сказать, отвергающий друг друга. То есть этот сказал министр, одно этот сказал, другое по телевизору, в этом месте одно сказали, в этом другое. Единого целого не будет. Мозаика, кусками, мазками. Такое пережить очень тяжело, это же искушение, ну как у Иуды. Он сказал это, он сказал это, а как так? Он же говорил вчера вот это, а вдруг вот сейчас вот это, а что мне делать, куда бежать? Я же хотел визирем быть главным в царстве иудейском, а он царем. Как так? На какую жертву, на какой крест, куда он собрался, а я что буду делать? И вот эти вот все соблазны и искушения наворотили и довели Иуду до предательства, потом до самоубийства. Поэтому с семьей то же самое, трение, конфликты, разногласия, споры, дрязги и так далее. Если у вас пока семей нет, не торопитесь, пройдите этот год среды, подготовьтесь получше, денежек накопите, соберите, проверьте, посмотрите, потому что, когда ты в среду входишь в год, ты видишь вещи, детали, нюансы, тонкости, которые раньше не видел. Тут подслушал, там подсмотрел, тут сообразил, тут фразу расшифровал, тут манеры поведения, оп-оп-оп-оп-оп-оп, мозаика скрелась. Ага. То есть то, что раньше не видел, вдруг раз-раз-раз детально открывается. То есть вот этот год полезен. Значит, вот эти искушения, значит, они полезны. Зреть в корень, слышать и слушать. То есть наоборот, слушать и слышать. То есть слышим-то, слушаем мы все, а вот слышим не все. Это музыки касается, слов, обещаний и так далее. Поэтому, когда ты в среду ходишь, ты так же плаваешь. Ни да, ни нет. Не можешь принять решения. Кого бы они ни касались. Дружба, работы, переезда, назначение, смены профиля работы, новые контакты. Вроде рвешься к ним, вроде боишься. Не хочешь две ноги поставить. Одну заступ сделал, другую никак не можешь подтянуть к этой ноге. Сомневаешься, колебнешься, искушаешься. Вот в этом суть среды. Значит, здоровье так же расшатано полностью. Человек в среду рожденный, он попадает под вирусы, значит, простуды, всякие заражения. Он подвергается уязвимостям через носоглотку, гортань, драхею, голос, легкие, кожный покров и так далее. То есть, большобегает, суетится, нервничает. И вот этот качели нервные, беспокойства, зуда, тревоги, бессонницы и тому подобное, они расшатывают, конечно, иммунную систему, психику. Человек становится уязвим. Как многие люди, поругался, поссорился, понервничал, погневился, бац, простуда, заболел, и все, лечишься. То есть, у рожденных в среду и у рожденных, у кого день рождения выпал на среду, у них нету четкой гарантии, что они весь год будут не на больничном, будут работать, будут как стахановцы, значит, идти вперед, непоколебимые, ничего подобного, никаких планов, долгосрочных, среда, это может случиться, все, что угодно. Это самый форс-мажорный день, какой только может быть. Звонок, сообщение, смс-ка, призвали, позвали, и так далее. Общество торгается, всякие мобилизации, всякие там непонятные сообщения. Очень нервно будут себя чувствовать школьники, студенты, значит, новопризванные, значит, кто служить пойдет, и так далее, и тому подобное. Вот им вот так вот хватит искушений, соблазнов, и в этом году, и тем, особенно, кто в среду входит. Поэтому здоровье все время разбалансировано, туда-сюда шатает, и так далее. То есть уязвимость, турбулентный период, уязвимость. Это касается рук, ног, вывихов, ушибов, там еще раз говорю, побежал, споткнулся, упал, подскользнулся, что-то на голову сварилось, сам куда-то сварился. Это природа, погода касается, городских там, сельских территорий, каких угодно. То есть вот угрозы везде, вот прилететь может отовсюду. В этом искушение среды, и когда ты входишь в среду. Деньги то есть, то нет, пусто-густо, никакой стабильности, что-то отложил, что-то перехватил, положил, опять надо доставать, опять что-то. Захотелось кушать, съездить, куда-то отдохнуть, значит, прикупить. Раз, нету денег, опять пришли. Только собрался сэкономить, отложить, опять какие-то расходы. И вот так постоянно. Вот этим годом будет отличаться. «Прибыла, убыла, пусто-пусто». Это девиз среды, треть серебряных. Вот он их взял, зачем, сам не понимал, потом пришел, бросил к ногам садукеям, фарисеям, Иодой Скорионским. Зачем дело, почему, зачем это все было нужно? Искусился, соблазнился, лукавому поддался. Все, сотворил дел, не раскаялся, Христу не пришел попросить прощения у апостолов и так далее. Все, пошел, удавился. И то с третьей попытки. Вот и вся жизнь. Так что, когда ты в среду входишь, у тебя вот такие вот перед глазами все эти цифры, купюры, деньги, отчеты, бумаги, соглашения, разглашения. Власть, она параллельно вас существует, соприкасайтесь и до свидания. Никак на вас не повлияет, вы ее не уважаете, она вас не уважает, у вас разногласия, споры, пренебрежения, отторжения и так далее. То есть, вы невластные человека. Это если человек во власти в среду ходит, его задолбает программами, цифрами, отчетами, бумагами и всем остальным. Безопасность на три с минусом, опасных всяких историй, опять же, дорога, плавание, путешествия, отпуска, стихийное бедствие, погода, природа и все остальное. Очень низкий уровень безопасности. Травматизм, я уже повторил, заболевания разные и форс-мажоры вокруг бесконечно. Подвижность, спорт, активность, физические упражнения, нагрузки, бег, ходьба, значит, реакция, времени выкраивать придется на поддержание себя в физической форме. Подвижность, потеря веса, набор, потеря набор, потеря набор, постоянно вот так, давление вверх-вниз, вверх-вниз и так далее. Мышцы есть, мышцы нет, появились, исчезли, рассосались и опять все сначала. То есть вот тоже нестабильная система. Хобби, какое хобби? Тут успеть бы все сделать за неделю, за месяц, за год, тут уже не до хобби. Ну что-то там прикупил в коллекцию, что-то где-то там появился в обществе, где-то пострелял там, поиграл в какую-то игру элитную или еще что-то засветился и все, бегом, бегом, бегом. То есть вы не удивляйтесь, что когда человек в среду входит, он тут маячил, а тут его нет, куда-то делся, пропал, исчез суета. Все, человека нет, он бегает, прыгает, делает свои дела и работал. Риски. Везде и постоянно. Лишнее сказал, лишнее взболтнул, не то увидел, не то услышал, не то понял, интерпретировал, пустил слух, сам стал виноват. То есть вот этих рисков, тьма, тьма, рисков, я уже говорил, руки, ноги, голова, значит, ушибы, потери, удары, то есть аккуратно, я и себе это говорю, я тоже в среду вошел. То есть на небо смотрим, что над нами, под ноги, что под ногами, лево, право, переход, сумасшедших много, спешат, торопятся, вот такой нервный, быть аккуратным. Вот эта задача тоже, рисков минимизировать. Ну, конечно, будут пытаться, и опять же, денег занять, наехать там, всякие фистальные органы, вдруг откуда ни возьмись, появятся, если вы там какую-то контору не закрыли и так далее, с документами, с паспортами, с прописками, с всякой вот этой лабудой, тоже море проблем, это тоже все риски, это нервоз, это психоз, это продолжается, год Марса, когда во вторник выпало, только уже в среде. Угрозы, еще раз, только здесь с деньгами, информация, утрата, потеря, утечка, и плюс финансы, значит, не туда вложил, не то купил, неправильно купил, много потратил и так далее, нервы по этому поводу. Таланты раскроются, проявятся, моторика, риторика, дикция, речь, память, быстрая реакция, слова, поступки, действия, выводы, очищение, продувка такая, прочистка, очищение, среду, боженька, боженька среду дает как раз для этого, чтобы разогнать человека, растревожить, мобилизировать, чтобы он работал, работал, приносил пользу, Богу, обществу, людям, и себе, себе, само собой. Масса талантов пробудится, в общем, неожиданно. Желание, много массы, как у Иуды, ох и мечтательность, желание, миллион, но они все, конечно, будут под корень вырублены. Потому что среда – это трава, это даже не кустарник, это не дерево, это не роща, не чаще, не лес дремучий, это трава. Она колышется под снегом, под ветром, сохнет, возрождается, то есть это вот такое движение. Поэтому и желания такие скромные, спокойные, нетратные, то есть не надо особо тратить. Страхов миллион, постоянно, везде, из-за угла, на улице, дома, от соседей, постоянно волнение, тревоги внутренние, соблазнительные, искусительные, связанные с тем, что я говорил до этого. Иуда Искариотский, накрутил, навертел, ничего не понял, потом дошло, ничего лучшего не придумал, чтобы оборвать свою жизнь. Поэтому страхов много. Я не то сказал, не то сделал, не то купил, не то продал, не тому, не так себя повел и так далее, не тому позвонил, не позвонил, позвонил напрасно и прочее, прочее, прочее. Вот этот весь конгломерат. Значит, оковы внутренние, искусительные, собственные, лишние слова, действия, поступки, только это оковами являются, больше нет. Человек очень мобилен, подвижен, как ртуть, как колесо, крутится, вертится, шар голубой. То есть все вокруг вертится, когда ты в среду входишь. Значит, даже если ты ничего не ожидаешь, все равно что-то прилетит. По почте, смс или в дверь постучат. Поэтому мечты многообразны, как и у Иуды, но все искусительные. Поэтому в среду, когда наступает день рождения, особо не мечтай ты. Гугу закатайте. По реальности все делаем. Что можем себе позволить, позволяем. Что не можем, избегаем. Все. Время на мечты тратить не нужно. Смерть угрозы постоянно. Еще раз говорю, упал, провалился, упало сверху что-то. Или кто-то тебя сбил. Ты бежишь, торопишься, говоришь по телефону, за рулем или пешеходом, и кто-то вообще пронесся мимо, и тебя сбил. То есть таких вот очень опасных ситуаций много. Я это и вам, и себе говорю, у меня тоже среда сейчас. Поэтому смерть, как пуля у виска, как время у виска, как в той песне, просвистывает. И надо очень быть осторожным, чтобы ее не схлопотать, чтобы она тебе не прилетела, откуда ни возьмись. Так что опасность внезапной, нелепой, случайной смерти очень высока, когда у тебя среда. Нужно очень видеть. С предками, там уже сложности, старшими и так далее, разногласия тороплю, спешу, пока целую, позвоню завтра, приеду послезавтра. Все. Особо ничего. Женщины возбудимы, мужчины возбудимы, когда среда наступает. Этого не избежать. Значит, цель, как можно больше сделать. Не конкретная цель, а много целей. Их надо все охватить, осветить, так сказать, успеть понять и так далее. То есть вот это. Цикл жизни сумасшедший. Ритм, цикл, бесконечный, кругами, кругами, как это кольцо садовое в Москве, малое и большое. Значит, продолжительность жизни, она тоже от вас зависит. Думайте, что говорите, кому, когда и зачем. Это же касается, когда вы молчите, а надо говорить и так далее. То есть это все нужно отрегулировать, и это ваши задачи. Персональность усиливается, очищается. Человек понимает, на что способен, на что готов. Круг общения расширяется, потому что вектор становится больше. Очень много знакомств, контактов, интересных возможностей появляется. Удача, везения, фортуны. Прорывы в отношениях, прорывы в знакомствах. Это тоже хорошо. Зависимость только от времени. Его не хватает на сон, на отдых, на расслабон, на приведение мыслей души в порядок. Вам никто этого не гарантирует. Вы вошли вот в этот пике, в этот винт, который вас вворачивает в искушение, соблазны и прочее. Поэтому ваша сила собранности, ваша слабость в суете, тяга ко всему, но надо это отсекать. Значит, позицию определите, кто вы есть, стимул, статус и так далее. Вот такой он год. Спасибо, что выслушали. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео, комментируем. И до завтра. На сегодня пока все. Завтра у нас четверг и пятница, когда выпадает дни рождения. До завтра.